Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на второй серии проекта, в котором мы из черного ствола АТА Туркуа-2 расстреляем тысячу патронов с остальной оболочкой пули. Для тех, кто смотрит впервые этот проект и не понимает, зачем и почему мы это будем делать, я оставлю ссылку в описании под этим роликом на тот ролик, в котором я рассказывал, зачем и почему мы это, собственно, будем делать. Для тех, кто смотрел, я напомню, что мы выбрали боеприпас Барнаул 9.4 FMG, он у нас полетел в районе одной минуты. В данный же момент я уже закупил их 500 штук, скоро привезут еще 400, именно той самой партии, которая была в первом ролике. Итого у нас будет 900 патронов именно 9.4 FMG, плюс 100 патронов, которые были в той серии. Мы в той серии расстреляли 45, того осталось 55. Я их потихонечку расстреляю. То есть и в сумме у нас будет 1000 патронов с остальной оболочкой, которые мы запустили, запустим в данный же момент из черного ствола АТА Туркуа-2. Опять же, зачем и почему, проходите по ссылке в описании, посмотрите. Сегодня же я уже стрельнул три раза из этой винтовки на 100 метров. Также будем сегодня в этом ролике стрелять на 200 и 300 метров. Стрельнул я на 100 метров для того, чтобы проверить, ушел ли у меня ноль. Потому что мы в прошлый раз отстреляли, я барабаны свел в ноль, все было четко, кто смотрел, видел, все было по центру. Естественно, банку я демонтировал, приехал домой, винтовку поочистил. Сегодня приехал, опять же установил банку, стрельнул три раза. Еще, собственно, у мишени не был, но в прицел уже вижу то, что все прилетело по центру, с установкой, со снятием банки СТП не уходит. Я этому очень рад. Все очень круто, пристрелка держится. Патрон по-прежнему около минуты. Я также в прицел уже вижу то, что в минуте там есть 100%. По-моему, ну, миллиметра там 20-23, может быть 25. Я сейчас где-то, ну, линейку вставлю, позже подойду, вы увидите, ошибся я или нет. Ну, в минуте есть 100%. То есть, я рад, что 500 патронов я уже купил не зря. То есть, они летят так же, как летели в прошлый день. Все по центру, винтовка готова к бою. Как я уже говорил, будем стрелять на 200-300 метров и пойдем далее в следующих роликах. Чтобы это все стрелять, нужен калькулятор. В данном случае, по привычке уже, я использую Стрелок ПРО, калькулятор Борисова, кому как угодно. В нем есть этот патрон 9,4 FMG, но там стоит скорость 840 метров в секунду при плюс 15 пристрелке. Я сейчас стрелял при плюс 19, у меня получилось 2 раза 829 и 1 раз 831. Разбег очень хороший, у меня на своих патронах, ну, редко так бывает, в основном 5-7 метров разбег. Итого, остановились на 830 метрах в секунду. То есть, мы теперь знаем скорость, у нас есть боеприпас, у нас все отлично, у нас есть банка, у нас есть винтовка. Также, друзья, хочу напомнить, что у нас на винтовке установлен оптический прицел Мюлайт 8х32 в первой фокальной плоскости. Я уже делал обзор на данный прицел. Также мы с этим прицелом охотились на Сурка на 318 метров, трофей был добыт. Также, друзья, я уже делал обзор на загонник от компании Мюлайт. Ссылки на эти ролики я оставлю в описании. Но хочется еще сказать, что прицелы под бендом Мюлайт выпускает компания китайская Мяо Оптик, которая более 20 лет изготавливает такие комплектующие для оптических прицелов, как стекла, корпуса прицелов, механизмы водопоправок, и продает их таким крупным производителям оптических прицелов, как Havk, Baris, Vortex. И уже эти крупные производители собирают из этих комплектующих и продают под своим брендом. Поэтому, друзья, когда вы увидите воочию данный прицел, вы сначала подумаете, что это вообще какой-то европейский или американский прицел. Но когда вам скажут, что это все-таки прицел из Китая, вы не поверите, потому что реально он изготовлен качественно, отлично, как самый лучший известный бренд. Я уже два месяца активно работаю с данным прицелом, и у меня только положительные эмоции по данному бренду. Также, друзья, хочу рассказать то, что официальным представителем в России является одноименная компания Mew Light. Ссылку на магазин я оставлю в описании. По промокоду DA05 вы получите скидку 5%. Поэтому, друзья, проходите по ссылке в описании в магазин Mew Light. Я уверен, вы найдете прицел под любые ваши задачи. И также, друзья, напомню, что по промокоду DA05 вы получите скидку 5%. Эта скидка действительно всегда, когда вы видите этот ролик. То есть, если вы смотрите этот ролик, значит скидка действительно. Ну, друзья, вроде бы опять же все рассказал, показал. Теперь самое время перенести мишень. Сейчас она стоит на 100 метрах. Унести на руках я буду уносить на 200 метров. Установлю там камеру. Установлю здесь. Стреляем. Идем к мишени. Делаем выводы какие-то. Переносим еще на сотню. То есть, уже на 300 метров стреляем на 300. Подводим итоги. И в следующих сериях уже будем все-таки 400, 500, 600, 700 и так далее. До какой дистанции позволит нам боеприпас. Спасибо, друзья, за внимание. А мы начинаем. Вот так вот, друзья, поразмялся. На 100 метров унес. 200 обратно прогулялся. Дальномер показывает 199. Идеально. Я молодец. Пока мы проверяли ноль. Вступление. Все такое. Поднялся ветер. 5 метров в секунду. Примерно на 7 часов дует. Порывы. Средняя, в общем, 3 метра в секунду. В расчет возьмем 3 метра в секунду на 7 часов. Так, 199, 199, скорость 3, направление на 7 часов. Окей. Вычислить. То есть надо сделать, пуля упадет на 12 сантиметров, надо сделать 6 кликов. Все ровненько. И на ветер поправку надо сделать, получается, 3 клика. Пуля удует примерно на 5 сантиметров, если мы попадем в кондицию. Ну, как вы уже поняли, в кондицию в 3 метра. Ну, давайте 3 клика делаем. 3 клика делаем. Стрелять будем, друзья, по 4 раза. Опять же, пока мы ходили, ствол не остыл. Кстати, спасибо, друзья. Много людей понасоветовали и компрессором автомобильным остужать, и компрессор для надувания надувных матрасов вот этих вот. Много всего понасоветовали, но, как бы, компрессор у меня есть, но у меня проводов сюда не хватит. Что-то подъезжать, мутить, туда ходить. Сегодня мне это не пригодится. То есть, 4 раза застреляем, полчаса ездим. Как раз это время ствол остынет. Ну, все, давайте, погнали. 4 раза стреляем. Он еще не сильно остыл, поэтому эта куча такая, она очень-очень теплая. Но он уже не горячий, рука терпит, но такой, очень-очень теплый. Куча из 4 на очень-очень теплый. С порывами от 1 до 6 метров в секунду. Средняя 3 посчитал у нас. Погнали. Так, параллакс надо отстроить. Когда долго работаешь на сотке, потом есть вероятность забыть про параллакс. Так, друзья, параллакс отстроен, все готово. Ствол не остыл, потому что на солнце. Вон, видите, ветер вообще стих. А там есть ветерок. Давайте, все равно, там вот есть ветерок. По мишене вижу, ее трепет. Так, в черный квадратик стреляем. А попали в центр. Надо быстро кондицию стрелять. Ну, все вижу, друзья. Поехали к мишене. Там промежуточные итоги подведем. Мы у мишени, 200 метров. Смотрите, первый, второй, третий. А нет, первый, второй, третий, четвертый. Вот так вот это все было. Стрелял я вот в этот квадратик. Получается то, что расчет все-таки 830 метров в секунду. Возможно, даже еще маленько медленнее. Барнаул завышает свою скорость. Потому что, если бы я поставил 840 метров в секунду, поправка была бы у меня меньше. И пули прилетели бы еще ниже. Но, тем не менее, смотрите. Вот это был первый выстрел. Стрелял вот сюда. То есть, от центра он прилетел ниже на 5 сантиметров. О чем, друзья, я всегда и говорю. Когда стреляете с устам сурка, ждите, когда он станет вертикально. Стреляйте между ухом и глазом. И если пуля упадет на 5 сантиметров ниже, она прилетает точно в позвоночник. Если же ветром, вот как вот этот вот удуло, это, скорее всего, был бы промах. Это было бы вместо, это было бы по шее в позвоночник бы как раз. Это было бы промах. Это, конечно, было бы, смотря какой стороной стоял. Если бы, ну, лицом туда, то это, скорее всего, было бы в позвоночнике, он был бы добыт. Если наоборот, то это был бы уже подранок. И того, друзья, что имеем. Вот это, а, кстати, друзья, вот это, возможно, ветер маленько подстих. И, кстати, это тоже ветром унесло сюда. Но, тем не менее, смотрите, Барнаул вполне предсказуемо. В квадрат стрелял, одна пуля даже зацепилась. Надо понимать, что ветер. Сейчас он вообще стих. Возможно, тут где-то стихал, где-то порывы были. Там тоже на струковой позиции он либо стихал, либо были порывы. То есть ветром очень сложно работать. Я говорю, я не профессионал, но, видите, немножко ветер все-таки получается угадывать. Хотя 200 метров не та дистанция, но, тем не менее, не сделая этих три клика, на 6 сантиметров пули улетели бы вот сюда. То есть вся кучка вот эта была бы здесь. Понимаете, в чем дело? Уже бы, возможно, в габарит листа А4 мы бы не зашли. Теперь, смотрите, давайте по четырем. Смотрим кучу. По четырем восемь с половиной. Восемь с половиной. Две минуты это у нас шесть. Одна минута это у нас шесть. Восемь с половиной это чуть больше минуты. То есть это один и два, один и три. То есть, в принципе, как Барнаул летел минута плюс-минус на сотки, так же прилетел на 200. Но если посчитать по трем, то тут вообще аномалия, друзья. Четыре с половиной это меньше минуты. Это примерно 0, что-нибудь, сколько там? 0,7, вот так вот 0,75. Вот это вот 0,75. Вот это вот 1,3, где-то 1,4. То есть, в принципе, Барнаул молодец. Я пока ничего не могу сказать. Все хорошо. Если вот этот вообще убрать отрыв, все четко было бы. Понижение есть. Надо скоро все-таки пересчитать. Но пока не знаю, почему понижение, друзья. То есть, либо БК не соответствует, либо мой хром все-таки не идеальный и скорость маленькая не так посчитал. Не знаю. То, что отрыв у Барнаула, это нормально. То есть, все хорошо, друзья. Идем далее. Сейчас вот я уношу еще на 100 метров. Сейчас вот 200, еще на 100 уношу, уже 300 будет. Также возвращаемся на стрелковый рубеж. стреляем так же 4 раза и подводим итоги. А пока я очень даже доволен. 302 метра в секунду, хотел сказать. 302 метра до цели. Давайте сейчас в калькулятор заходим. 302. 302, окей. Направление ветра не поменялось. Ну и кондиция, собственно, также средняя 3 выдает. Есть и 1,5, есть и 5. 3 метра. То есть, получается, пуля упадет уже на 46 сантиметров. То есть, это 15 кликов надо сделать. Нам надо добавить 9. Вот они, 15 кликов. Возможно, надо добавить еще один, потому что, видели, там на один клик реально все ниже прилетело. Но я пока оставлю так. Пока оставлю так. И 13 сантиметров сдует пуля. Это надо сделать 4 клика. То есть, ну, добавляем один получается. Не знаю сейчас, как все это дело прилетит. Но посмотрим. Порой вообще кажется, что и ветра нету. Главное, быстро стрелять. Также 4 патрона в магазине. Так, параллакс отстроим. Погнали. Вот интересно, если на выходное отверстие банки сядет оса или пчела, при выстреле ее, понятно, разорвет. И как-то повлияет это на полет пули или нет? Вот вопрос тоже на самом деле. Так, надо быстро сейчас кучу собрать. В кондицию попасть. Там есть ветер. Ну, погнали, друзья. В квадрат работаю. По высоте хорошо, но влево. Такое ощущение, что... Ладно. Ветер, вот сейчас порыв 8 метров. Сейчас 9, 9, 8, 6, 7, 6. То есть до 9 метров порывы. Но видите, какая история. Я накрутил всего лишь на 3 метра. И у нас пули ушли влево. Я и все, собственно, увидел, когда Амариева ветром сдуло. Какая история. Там получается ветер дует примерно на 7 часов, где-то полвот восьмого. А тут он прям в спину. То есть получается очень короткий промежуток дистанции. У нас ветер тот, который мы учитываем. А потом он, да, большой, но дует в спину. Как я заметил, ветер в спину и в лицо не влияет на смещение пули. То есть да, там вроде бы скорость больше-меньше, но реально ни на что не влияет. Вот они, собственно. По-моему, вот этот был первый, потом второй, по-моему, третий, четвертый. Как-то так, я уже не помню. Фокусировался на ветре. Вижу, что трясется сильно. Вижу, что ветер есть. Но как бы такая вот, друзья, история. В лист А4 только два. Зашло два мимо. Но опять же, за счет того, что ветер сменил направление, и все наши поправки, как раз-таки вот они, 8 плюс 5, того там 13, а у нас, получается, клик равен 3, 4 клика 12. Ну вот, собственно, если бы просто по нулям ветер бы оставили, все бы зашло сюда. Возможно, вот эту бы одну дуло. Но я опять же не знаю, это или из-за смены кондиции улетело, ну или просто Барнаул такая кучность. Кстати, давайте проверим кучность. У нас, получается, 8 плюс 4, 12. Тут у нас, получается, 8 плюс 4, 12. Абсолютно одинаковый треугольник. 12. Одна минута у нас равна 9 сантиметрам на дистанции 300 метров, да? А 12 это примерно 1 и 1. Ну то есть, что мы видим? Барнаул пока очень стабильный. На всех дистанциях он минута плюс-минус стреляет. Вот плюс-минус минута. То есть, это очень хорошо. Вот смотрите, взять эту лопатку, да, взять косулю, мы зашли в нее даже с тем, что ошиблись ветром. То есть, одного сурка бы даже, возможно, добыли. Но опять же, не ошибись мы с ветром, вот эта бы тоже зашла бы сюда. Эти ушли ниже. И опять же, надо сделать всегда на 1 клик больше. Не знаю, почему так. Барнаул либо я на сотке как-то 0 маленько не так пересчитал, обнулился. То есть, возможно, у меня СТП все-таки на 1 сантиметр ниже на сотке. Но за счет того, что разброс 1 минута, определить СТП не так-то просто. И свести в 0 тоже не так-то просто. Видимо, вот один клик этот все-таки либо я на сотке ошибся, либо в Барнаул с БК стабильно ошибся, либо со скоростью. Вопрос вот такой. Ну, видите, вот четко. Один клик. Один клик сделай больше, и все уже будет вокруг вот этого квадратика, куда мы, собственно, и стреляем. В целом, я очень доволен Барнаулом. За 30 рублей, а этот патрон мне обошелся 30 рублей 40 копеек, тренировать снайпинг. Да, е-мое. Вот из неустойчивых попробуйте, зайдите в этот гонг. Вот гонг, допустим, 15-20, да, сантиметров. Никакая там минутная, никакая там 0.1 муа даже вам не поможет, если вы не можете из неустойчивых стрелять. А этой кучи уже достаточно для того, чтобы из неустойчивых положений стрелять на 300 метрах по гонгу 15 сантиметров. То есть вот они все здесь. Попробуй сам сначала зайди в него. Этот ролик оказался не менее важный, чем первый. В первом мы определяли боеприпас. И если бы ни один боеприпас не полетел бы примерно вот так, то есть в районе 1 минуты, то я бы, наверное, вообще бы не стал затевать это мероприятие. Не имело бы смысла. Но если же боеприпас стреляет в районе 1 минуты, а что мы, собственно, и видим на сотке, он в районе 1 минуты, да, прилетел, на 200 в районе 1 минуты, и тут 1,1. То есть это все в районе 1 минуты. То есть тут нет такого дикого разлета в 20, да, сантиметров. То есть это все стабильно, предсказуемо и понятно. То есть также учимся работать с ветром. Также из неустойчивых, если отрабатывать, до 300, пока я вижу то, что с этой винтовкой, вот этот комплекс полностью, с данным боеприпасом, способен выигрывать чемпионаты по снайпингу. Но если до 300 метров, в неустойчивых положениях, вот это прям все круто. Для охотника вот эта куча, более чем на самом деле. То есть, если же подобрать, а я думаю, что все-таки 9,1 софтпоинт так же примерно может и полететь. Потом это стрельнем для охоты, подберем боеприпас. Если до 300 метров так софтпоинт будет лететь, любая косуля будет добыта. Конечно же, по сурку, ну, я бы, конечно, не стал стрелять. Но зато есть большой минус. Это четко либо там попадание, либо промах. Но опять же, здесь вот эти промахи из-за ветра, если бы я угадал, с ветром были бы подранки по сурку. Поэтому по сурку, прежде чем ехать стрелять с данным боеприпасом, надо сначала, ну, не один десяток раз пострелять на 300 метров, если вы считаете, на 300 метров вам надо охотиться. И понять все-таки, как это летит, из-за чего эти отрывы. Я оторвал ветер, либо еще что-то. Надо понимать. Но сам факт, то, что этот патрон рабочий, комплекс рабочий, и есть смысл сейчас мне переносить эту мишень еще на 100 метров, это уже будет 400, потом 500, 600. То есть в этом есть смысл. Стабильность, вот она, я вижу. Тут я просто не указал с ветром, и надо добавлять один клик. Возможно, еще раз скажу. Со скоростью Барнаула реально проблема. Они ставили в 840, я пересчитал в 830. И моя скорость ближе, потому что если бы я указал же в 840, пуля вылетела еще ниже. Поэтому со скоростью они явно ошиблись. То есть вот эти вот падения на один клик везде, это или же из-за быка, или же, еще раз говорю, на 100 метрах мне надо было СТП на один клик выше сделать. Возможно, там причина, в моей пристрелке. Но суть не в этом, друзья. Все стабильно, все считается, все работает. Банка моя отрабатывает как надо, звук у нее отличный. Мне нравится, пламя нету, все красиво. Красиво на СТП, на кучу не влияет. Видите, так бывает с плохой банкой. На сотке СТП в нуле, а дальше непонятно. Кучу раскидывает, и СТП непонятно где вообще. Тут же все предсказуемо, до 300 метров пока. Дальше мы тестируем, собственно. Все работает. А прицелом Мюлайт я также доволен. Я видел все эти пробоины тогда, когда сдувало Марьева. Потому что с Марьевом невозможно увидеть вообще ничего. Потому что Марьева, сами понимаете, искажает любую картинку. И даже квадратик вот этот весь плывет, его не видно. Клики нормально работают. Видите, все, хоп-хоп, все сводится. Главное вот угадать ветер. Поэтому этот комплекс, опять же, для начального уровня, для тренировок снайпинга, подходит идеально, как бюджетный и рабочий, самое главное, друзья. То есть работает за небольшие деньги. Я этим очень доволен. Поэтому, друзья, данный ролик мы заканчиваем. Всем спасибо огромное за внимание. Большой интерес вы проявили к данному проекту. Я очень рад, что вам это все тоже нравится. Потому что мне нравится, когда мне нравится, и вам нравится. То есть мы занимаемся одним делом, и всем нам интересно. Поэтому, друзья, данный ролик заканчиваем. В следующем будем уже стрелять на 400 метров. Вы увидите его, не знаю, когда дня через 4, может быть 5, а может быть и неделю, когда смонтирую, когда время у меня будет. А я же буквально через часок уже буду все знать, что там дальше. А еще через часок узнаю, что на 500. Не знаю, дойду ли сегодня до 600 и 700 или нет. Не знаю. Ветер опять же есть. Но, друзья, будем работать с ветром. Что поделать? Учимся, работаем, стреляем. Приятно проводим время. Всем, друзья, спасибо огромное за внимание. Увидимся уже совсем скоро. Пока.